Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Борис Тизенгаузен, политтехнолог. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Алексей. Сегодня будем говорить о том, как Китай показал, кто в химле хозяин. Скоро мы узнаем правду про коронавирус, так обещает нам Байден, и Путина уберут свои же. Об этом и обо многом другом мы поговорим после того, как ответим на вопросы от наших телезрителей. Напоминаю, что это близ интервью, короткие вопросы, короткие ответы. И вот такой вопрос интересует зрителя. Смогут ли реально судить Путина? Смогут. Вопрос в том, кто его выдаст и когда. Два сценария есть. Первый, это мы сами дойдем до Москвы, вытащим его из бункера. И второй, его же окружение сдаст его в обмен на снятие санкций. Ну вот два сценария. Может ли Китай использовать Россию как ядерную дубинку в противостоянии с Америкой? Нет. Китай неоднократно заявлял о том, что использование и угроза ядерным оружием недопустимы. И в принципе даже в китайском мирном плане и в программном заявлении Си Цзиньпина эти заявления есть. То есть никто не заинтересован. Китай в первую очередь, чтобы Россия начала применять ядерное оружие. И вот такой очень интересный вопрос. Си встречался с двойником Путина или с самим Путина? Потому что они обнимались. Ну я тут точно не смогу сказать. Я понимаю, что у Путина есть двойники и наверное многие это понимают. Это кстати не конспирология. Есть реальное расследование российского журналиста Кашина, который таки поймал Путина в один и тот же момент на Валдае и где-то на мероприятии. То есть было доказано, что он был и тут и там в один и тот же момент. То есть двойники есть. Кто встречался с Си? Мне кажется не сам Путин. Слишком как-то крутил ногами и смотрел в пол и вообще как-то странно себя вел. Вот это Путин. Хотя могу ошибаться. Сколько их там? Неизвестно. То есть в Кремле посмели подсунуть подделку китайскому лидеру? Тут вот знаете, я возвращаюсь к словам Буданова, которые заставили меня сильно задуматься. Буданов в свое время, человек, который обладает гораздо большим объемом информации, чем мы, сказал, а вы уверены, что это тот самый Путин, который пришел к власти в конце 90-х? То есть его могли подменить намного-намного раньше. Это может уже двойник двойника отправил. Или тройник, я не знаю. Давайте поговорим о вопросах, которые нас интересовали последние недели. Наверное, самое важное, это Китай показал, кто в Кремле хозяин. Визит Си был похож на встречу двух равных, точнее не был похож на встречу двух равных лидеров, а на то, как господин приезжает и проявляет владение своего вассала. Согласны ли вы с таким утверждением? Или было что-то другое? Вот скорее итоги показали настоящее отношение лидера Китая и настоящие причины, почему он приезжал. Что касается вот этих церемониальных мероприятий, всех этих ужинов с перепелками и гранатовыми щербетами, то на самом деле Путин тоже пытался показать, что он тоже какими-то такими понятными дипломатическими шагами, что он тоже там кое-чего значит. И то, что он отправил вице-премьера встречать Си Цзиньпина, но это тоже не очень правильно. То есть там как минимум Мишустин должен был быть. Но вот итоги встречи, это, конечно, это стоит обсудить. И главный итог, я, наверное, не часто это делаю, главный итог я обозначу словами Путина самого. Он сказал, что Россия готова к расчету с третьими странами, со странами Азии, Латинской Америки и со странами Африки готова к расчету в юанях. То есть отказ от доллара, про который все так кричали, на самом деле выглядит немного иначе, как оказалось. А в чем, собственно, суть? Давайте я на простой язык переведу. Си сказал, что мне вообще все равно, куда ты денешь мои юани, которыми я с тобой рассчитываюсь, а объем расчетов с каждым месяцем увеличивается в юанях Китая с Россией. Поэтому мне вообще пофиг, вот тебе юань, делай с ними что хочешь. И Путин говорит, ну мы тогда юанями еще и вот с Африкой будем рассчитываться. Это первый момент. Второй момент. Китай отказался от увеличения поставок российского газа. И просил у Сибири-2, про которую все анонсировали, что вот ее сейчас построят, и газ понесется по трубам. Значит, тоже речи не идет. А о чем тогда идет речь вообще? В итоговой декларации ни слова про военный, военно-политический союз. Там слово про в стиле Горбачева углубить и расширить экономическое сотрудничество. Но с одной стороны. То есть Китай, да, будет продолжать сверхдешево покупать российские энергоресурсы. И Китай же будет отправлять на российский рынок огромное количество собственных товаров, которые Россия обязана будет покупать. Вот чем закончилась эта встреча. Давайте прямо говорить. Россия из экономического вассала стала вассалом и политическим в том числе. И миллионы гектаров, которые Китай арендует в Сибири и на Дальнем Востоке, через некоторое время могут в Китае вспомнить про историческую справедливость. Они уже вспомнили, кстати, обозначая на карте российские населенные пункты китайскими названиями. Кстати, кто-то обратился в посольство, может, посла вызвали, или, может, какую-то ноту отправили по этому поводу. Нет, конечно. Все, что связано с Китаем, критика – это табу. Многие заметили, что в китайской главной газете, где были опубликованы две комплементарные статьи и Си Цзиньпина, и Путина, Си Цзиньпин был на первой полосе с фотографиями, красивый, со своей статьей Путина, засунули на третью без фотографии. Ну, то есть, тут нужно понимать, что Китай уже давно не рассматривает Россию как равноценного партнера. И всем это понятно. Россия никакой не партнер. Есть две сверхдержавы – Китай и Соединенные Штаты. Все, что происходит в международной политике, так или иначе нужно смотреть через призму борьбы. Борьбы, ну, может, не все, но, по крайней мере, с этими странами связано. Борьбы между Китаем и Соединенными Штатами. Россия – тут инструмент, один из десятка инструментов вспомогательных, которые Китаю помогают удерживать Соединенные Штаты в определенных рамках. Вот и все. То есть ни о каком сотрудничестве полноценном, равноправном речи вообще не идет. И мне кажется, это уже давно всем понятно, особенно с того момента, как Путин начал резко сдуваться и терять геополитический вес. То есть Путин готов быть подстилкой, только бы сохраниться сейчас. Я правильно понимаю? Или в другом причина? Он уже давно стал вот этой самой подстилкой. То есть давайте вот, если очень важный момент, вернемся вот в 24 февраля или несколько дней и недель до этого. И я не верю в то, что Китай не знал, не был проинформирован о вторжении Путина в Украину. Это полный бред. Я практически уверен, что те же самые карты, как говорится, откуда будет нападение, лежали на столе у лидера Китая. И Путин с ним этот вопрос обсуждал. Ровно поэтому после этого был слив от китайских чиновников, что, мол, нас обманули, Путин нас обманул. Никого Путин не обманывал. Китай был в курсе. Это, по-моему, по моему личному мнению. Но то, как Путин рисовал, как пойдет эта война, и как быстро она закончится, и как на самом деле случилось. Вот тут строится как раз момент, почему Китай так нетерпелив и вообще начал говорить о своем мирном плане. Потому что эта война начала напрямую влиять на экономику Китая. Напрямую и не самым лучшим образом. Я сейчас говорю не только про закрытие сухопутного транзита, в том числе китайских грузов через Беларусь, но и про многие другие моменты, и про возможность отхватить санкции за поставки товаров двойного назначения. Ну и про многие другие вещи. Поэтому мне кажется, что Си, в первую очередь, когда обсуждал вопрос Украины и России, кулуарные, 4,5 часа они в первом деле сидели, он говорил о том, что тебе нужно... То есть ты не выиграешь, Путин, это всем понятно. Я тебе полноценно помогать не буду. Я не идиот потерять европейские рынки, американский рынок. Просто потому что... А ради чего? Потому что ты хороший? Нет. Здесь нет интереса Китая. Поэтому давай заканчивай эту историю. И тебе никто не поможет. А я помогу тебе сохраниться, не сесть в тюрьму, в Гаагу не попасть. Лукашенко твоему помогу удержаться. Ну и там с Ираном что-то еще посмотрим, чтобы там тоже немножко постабильнее было, чтобы не скинули, не дай бог, режим. Вот такая ситуация. Поэтому Путин с такой кислой рожей говорил про китайский мирный план. Да, мы его посмотрели, мы его обсудим. Вот и все. Ему привезли фактически несколько вариантов капитуляции. Вот я в этом уверен. Хорошо. Самый важный, наверное, вопрос. Про оружие говорили? И получит ли Путин какую-то конфетку? Конфетку без поставок серьезных вооружения, которые способны переломить ход событий для Путина. Конфетки – это просто растягивание вот этой агонии. Допустим, Китай там и так через свои компании поставляет и беспилотники, и запчасти к ним, но не ударные, как Иран поставляет, а вот эти свои обычные, и коптеры в том числе, и иные виды какие-то модификации. Но опять же, это никак не спасает. Даже если Китай тысячу коптеров, или не надо, 10 тысяч коптеров поставить, микросхемы, да, чуть больше ракет Россия станет выпускать. Но это никак не спасет Путина и никак не изменит ход. И Китай это тоже понимает. А Китай за это может получить очень серьезные санкции. То есть да, разговор, скорее всего, был. Путин наверняка говорил, что если мне вот это поставить, то я смогу там как-то выйти в нормальной ситуации. На что наверняка Си, может, ему не прямо, а с отсылкой в свою память, сказал, ну ты же мне обещал уже тут как бы быстрый блицкрик. Поэтому навряд ли. Разговоры были, поставок не будет. Вот как я думаю. Я думаю, что вот эти вот поставок не будет. Наверное, перед этим ему солилась тема, скоро мы узнаем правду про коронавирус. Президент штатов Байден подписал закон о рассекречивании информации о происхождении коронавируса. Какой секрет мы узнаем? Ну, давайте так скажем. Нам с вами точно как бы будет, если мы узнаем секрет коронавируса в момент войны с Россией, нам вообще будет все равно. Узнаем, не узнаем. Ну, как это повлияет, да, на политику международную. Да, но это очень хороший и правильный инструмент давления на Китай в том числе. То есть, если рассекретят вот эти все документы и вдруг узнают о чудо, да, что коронавирус был рожден в китайской лаборатории и после утечки, собственно, распространился по всему миру, здесь может быть несколько сценариев. Во-первых, ряд стран может потребовать от Китая определенной компенсации. Это может быть так, ну, потому что, да, это бактериологическое оружие. Это совершенно законно, правильно я понимаю? Да, абсолютно законно. Абсолютно законно. И юридическое давление будет довольно серьезным. Хотя Китай и сам там очень серьезно пострадал, но если будет доказано, опять же, авторитетными источниками, исследованиями, учеными, то, да, ряд стран может серьезно. А Китаю сейчас, при, мягко скажем, не лучшем состоянии экономики, у Китая там прошлый год вообще был всплеск, коронавирус тоже ударил сильно по экономике. То есть сейчас Китаю вот эта проблема не нужна. Плюс, опять же, Трамп, помните, как сильно кричал, почему вы перестали называть коронавирус китайский? Ну, а так и есть. Потому что китайские компании очень много для этого сделали. А вот тут снова все станут называть и говорить, и подсчитывать потери, и вспоминать, как погибали люди, и сколько экономики потеряли, и так далее, и так далее, и так далее. И кто виноват, а вон он Китай. Поэтому серьезный инструмент давления. Но это точно так же, как история с зондом. Помните, мы сейчас собьем зонд, если там мы, значит, что-то найдем, это будет, ох, какая большая проблема. В итоге ничего не нашли. Как бы, может и такая случится ситуация. Хотя, если Байден, понимаете, вот не стал бы угрожать, если бы не знал, что Китай, по идее, может этой угрозы опасаться. То есть, что-то там есть. Но, наверное, есть там китайский след какой-то точно. Чем должен уступить Китай, чтобы вдруг в документах не появилось рядышком с коронавирусом слово «китайцы виноваты»? Тут вопрос, много чем может поступиться, и что уступить, но навряд ли на это пойдет. То есть, в первую очередь, выкинуть из головы тему наземной операции по Тайваню. И, кстати, я практически уверен, помните, вот этот полет на Эси Пелоси был летом, когда сильно обострились отношения Соединенных Штатов и Китая, и вообще тогда там чуть ли не самолет этот должны были сбить. Я практически уверен, что это был превентивный такой полет, потому что у Китая уже вот-вот был готов план по Тайваню. Есть у меня такое ощущение, что Нэси Пелоси полетела ровно для того, чтобы показать жестко и погасить вот это желание, пока тут все Россия и Украина заняты. Это мы тут сейчас быстренько исполним. То есть, Тайвань. Что еще? Не поставки, естественно, оружия в Россию. Ну и плюс немножечко погасить вот этот взлет Китая, как одного из мировых лидеров. Китай прям через пару-тройку ступенек прыгает уже, летит прям. И Си сейчас на пике. Си может разговаривать с Байденом, например, в ключе я уже 10 лет правил у себя, еще 5 буду править. Я таких, как ты видел, там 4-5. Ты в 2024 году уйдешь, я буду дальше править. Поэтому я тут вообще могу горизонтами в 5-10 лет планировать. Но и Си на фоне примирения, в том числе и на Ближнем Востоке, большой роли Китая в этом. Он сейчас действительно в хорошей форме и на пике находится. Давайте вернемся к товарищу, которому мы все желаем одного. Путина уберут свои же. Все многие говорили вот об ордере на Путина, куда, как, юридически, почему. Давайте поговорим о следующем моменте, о политическом. Можно это рассматривать как намек его же товарищам в Кремле, что деда можно убирать. Потому что дед нелегитимен, с дедом никто говорить не будет. А вот с тем, кто его тик или кого выдвинут, вот с вами можно говорить. Сразу же после выдачи ордера интересный очень материал. На Нью-Йорк Таймс вышел, что санкции сложно будет снять с России, российских олигархов, без исполнения ордера Международного уголовного суда. Понимаете, да, к чему они клонят? Что как бы хотите снять санкции, выдайте своего этого Путина. Я, честно говоря, вот Путина давно уже могли убрать. Вот правда, еще до объявления о мобилизации было понятно, что все идет не туда. После объявления было несколько таких знаковых дат. Бегство россиян из Харьковской области, бегство из Херсона, когда уже можно было прямо говорить, ну все, ты проиграл, все. Вот сейчас, кстати, можно говорить, что ты уже все проиграл. Наступление россиян захлебнулось, все ждут вот-вот, где и когда будет контрнаступление Украины. То есть вот какая ситуация сейчас. Но его все равно никто не убирает. И проблема в том, что мы его хороним уже, наверное, лет 10 последних. Что вот сейчас-сейчас в России плохо живут. Но никак оно не сдохнет, понимаете? Никак его не сдадут. Но мне кажется, что вот для снятия санкций, да и вообще, когда будет изгнана российская армия из Украины, настанет максимально удобный момент для ликвидации Путина. Может быть, Китаю выгодно, чтобы Путин оставался у власти, поэтому его пока не убирают? Потому что Путин Китаю многим обязан? Или Китаю все равно кто там будет? Главное, чтобы плясали под флейту китайскую. Китаю нужна вот такая коррумпированная, автократическая Россия. Будет там Путин, Медведев или кто-то еще. Главное, чтобы диктатура, антизападные настроения. Вот это Китаю нужно. А будет это Путин или не Путин, я думаю, смогут и с Мишустиным договориться, и с кем угодно, и с Патруш. То есть народу России ничего хорошего не ждать? Россиянам хорошо и так. Вот они себя прекрасно чувствуют, и им нужна просто железная рука, им нужен примерно запас еды, чтобы не умереть, но чтобы не шиковать. И им нужна какая-то гигантская идеологическая, идеологический столб света, который на них будет светить из телевизора, и им будет прекрасно. Но вот те россияне, которые с этим не согласны, то они же тоже есть? Они никак вообще не могут поменять ситуацию? Вообще-вообще? Они не могут или не хотят? Это вопрос, наверное, дискуссионный. Ну, во-первых, у них есть два момента. Они себя не могут отделить от народа России. И, опять же, мы говорим, что все россияне так или иначе поспособствовали тому, что Путин больше 20 лет у власти. Вы ничего не сделали ни сейчас, ни тогда ваши какие-то разговоры из-за границы, они вообще-то до задницы, простите, они ни на что не влияют. Да, они пробуждают каких-то там сомневающихся, но не больше. Но ничего сделать вы не можете. Вы не можете прекратить убийство, не можете прекратить ни на что повлиять. Поэтому, к сожалению, поехать туда и начать революцию, но тут никто не хочет этого делать. Борис, я хотел уточнить. Смотрите, вот получается, те люди, которые верят Путину, слушают его, патриотически настроены к империализации России, они разве не понимают, что вот это все, что делает Путин, это как раз и вредит самой России. Или не вредит? Нет, они не понимают. Ну, то есть, вот за что критикуют Путина? Его критики, которые живы, и которым позволяют жить. Патриотически настроены, империцы. Берем Гиркина, он же недавно орет, там, Вова, заткнись, там, и так далее. Много себе чего позволяет. Он за что критикует Путин? Говорит, если, слова Гиркина, если не объявить всеобщую мобилизацию, Россия проиграет. Другие говорят, почему мы не бьем ядерным оружием по Украине? Патриоты критикуют Путина и обвиняют его там в некой мягкотелости, слабохарактерности. Они не критикуют его, что он не туда идет. Они критикуют его за недостаточную жесткость или еще там за что-то. Вот, они не обвиняют в том, что он раскалывает Россию. Наоборот, они говорят, все те, кто выехал, это все мусор предателей и мрази. Поэтому я не думаю, что там какой-то раскол будет, и кто-то видит, что он идет куда-то не туда. Вот то, что он реально, я бы в другую сторону смотрел, не в сторону этой границы, где война, а в ту, что происходит во взаимоотношениях с Китаем. Сколько миллионов гектаров в аренду сдано? Кому, когда, куда? Какие торговые условия с Китаем сейчас? Что вы туда продаете и по какой цене? И вот если это собрать, то тут окажется, что беда-то на самом деле не с той стороны. Так я же об этом говорю. Разве вот эти вот люди патриотически настроенные, которые хотят сохранить сильную Россию, они разве не видят, что происходит, что Россия становится вот реально сырьевым придатком? Да, может быть, пока еще не стало, но все же к тому идет. Нужно это все останавливать. Вот сейчас я просто на их стороне как-то пытаюсь выступить. Ну, мне все равно, что там с ними будет, но суть такова. Они же сейчас ее протеряют. Вот так вот, скажем. Наверняка есть такие мысли на кухнях имперцев, они озвучиваются, но в публичную плоскость они не выходят. Это называется секторальное мышление. Когда ты, вот берем россиянина какого-то, очень, может быть, умный человек, разговариваем с ним на тему музыки, искусства, книг, он будет все прекрасным собеседником, говорите слово «Крым», и чей тумблер пересчелкнулся, и у него пена изо рта, он говорит «Крым», «Крым» и так далее. То есть нет ничего, они нам куда-то погружаются в историю, рассказывают, кто кому-то там подарил, не подарил. Вы свою непереписанную историю россияне вообще понимаете, читали ее хоть когда-нибудь? Вы понимаете, что такое там «Шапка Мономаха», например, откуда она взялась, откуда название «Кремль» взялось? Вы вообще знаете это? Кто были ваши цари по, грубо говоря, по этнической принадлежности? Что никаких там, значит, долгоруких и в помине не было. Вот, поэтому нет, они, это секторальное мышление, те темы, которые им болезненные, которые они не хотят, они закрываются от них, они их не будут обсуждать. Я просто не понимаю, вот реально, они хотят видеть, что Россия великая страна, и т.д. и т.п., им как бы подсказывают, вот, враг сидит, вот, уберите его и стройте великую страну, которая будет третьим миром, и не Китаем, и не США, и сильным миром, к которому могут потянуться другие страны, когда это будет все, ну, сделано по уму, как это делает тот же Китай или те же США. Но тут давайте бахнем ядерным оружием. Да, разница, знаете, в чем, Алексей? Это мы такие, ну, вот уберите этого, поставьте этого, ну, потому что мы убирали этого и ставили того, и там, и не только там, я про Януковича говорю, да, то есть, ну, в Украине есть определенный опыт смещения власти или несогласия с властью путем уличных протестов и достижения результатов определенных. У них этого нет. Я вам приведу один очень пример показательный, я его на всю жизнь запомнил. Еще задолго до войны я был в Беларуси и ехал в такси. И, значит, таксист парень молодой, я говорю, ну, как тут у вас вообще обстановка, там у них еще какие-то там выборы были на очередные. И он говорит, да прекрасно, сейчас за Лукашенко проголосуем. Я говорю, а что за Лукашенко? Я говорю, как что? Мне, он говорит, там 29 лет, я родился при Лукашенко, и я никого не знаю больше. Я не знаю, как другие люди будут править. Я, наверное, говорит, и умру при Лукашенко, только, может, не при этом, при другом. Все. Вот они так думают, они 20 с лишним лет не знают, как другие будут править Россией. Вот как со смутных конца 90-х до сегодняшнего времени у них есть один единственный правитель, они другого не знают. Уже 20-летние дети выросли, молодые люди, которые родились при Путине и продолжают жить. Давайте по поводу мнения народа мы ответим на второй блиц. Второй блиц, напоминая вопросы от наших зрителей, короткие вопросы, короткие ответы. И вот такой следующий вопрос. Кого россияне обвинят в проигранной войне? Путина, власть, генералов? На кого укажут пропагандисты, того и обвинят. Генералов. А себя будут считать хоть чуточку виновными в начале этой войны? Вообще не будут считать виновными. Они даже проигравшими себя не будут считать. А в поражении будут считать себя виновными, что вот не дотянули, вот не повезло? У них не будет такого слова поражения. То есть это будет история про то, как Россия всех победила, уйдя полностью с территории Украины, оставив разрушенные земли, пусть сами там отстраивают, и мы всему миру показали, и нас НАТО не победило, и мы стали только крепче. Вот про что они будут говорить. Кстати, армия РФ может напасть на НАТО, на страну НАТО, чтобы проиграть не Украине, а грозному альянсу, что вот мы уходим, потому что туда НАТО пришло. Нет. Армия РФ может напасть на страну, какую-нибудь бывшую союзную республику, которая, по мнению Путина, будет достойным утешительным призом. Это может быть Армения, Грузия, это может быть ускоренное поглощение Беларуси, например. Нужна быстрая победа, да? Да, такая быстрая победа, блиц-крикетная, которая у него здесь не случится. Кстати, Беларусь, почему я думаю, что вот она в опасном положении находится? Потому что, во-первых, Лукашенко в последнее время свое мнение стал часто выражать, не сильно помогает, хотя делает вид, что сильно, а на самом деле нет. И Беларусь это крайне удобный плацдарм, чтобы снова возвращаться в Украину через несколько лет. Путин способен еще втянуть мир в Третью мировую войну? Я думаю, что он этого, естественно, не хочет, но если он это сделает, то режим его, наверное, месяцы продержится. По вашему мнению, после контрнаступления Украины Путина уберут? нет, но не исключаю, что попытки будут. Путин все-таки либо какой-то внутренний договор должен быть в России между условными элитами, ну их так, наверное, нельзя назвать, между вот этими кооперативом озера, который примет решение, что все, там с этим завязываем, но восставим. Вот. Но, опять же, это сильно сложный процесс, и Путин гарантии должен получить, и весь этот кооператив 80 олигархических кланов, которые владеют фактически всей ресурсной базой России, они каждого изменения, тем более такого глобального, будут бояться, чтобы начнется перераспределение каких-то потоков, и это на них там не очень скажется. Я думаю, что очень хороший, как это называется, очень хорошие гарантии могут быть для Путина в одном очень тихом месте с одним памятником. Это вот прям никто трогать не будет. Там все будет замечательно. Мы тут, знаете, с коллегами сидели, как раз на тему двойников Путина общались, и придумывали какие-то такие странные сценарии, что, например, Путин вообще может, ну, Россия же страна странных как-то поступков, да, Путин может в принципе, это я сейчас не очень серьезно говорю, выйти и сказать, что 24-го там его запер двойник где-то в бункере, начудил, натворил вот это все, вот вам двойник, сдаю его, судите его, но, опять же, в России люди пребывают в полной уверенности, что Россия может победить, вот что странно. Мы желаем, чтобы Россия победила себя в своей голове, это очень важно. Борис, большое спасибо за сегодняшнее интервью, хорошего вам дня и ждем победы Украины. Слава Украине! Героям слава!